Итак, всем привет, с вами Добро, мы продолжаем играть за Россию, Виктория 3, в бета-патче. Если вы еще друг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а у нас впереди еще очень много дел. Поехали. И первое, что у нас стоит на подписке, это убрать нашего правителя. Ему нужно еще один годик отжить, и будем им заниматься. А тем временем надо бы какие-нибудь еще законы поменять, хотя пока особо и нет. Игра в первый раз, если говоря, когда ты перезапускаешь, почему-то в бете открывается снова на русском, поэтому мы сейчас на русском. И вот что я вам хочу показать, почему я, собственно, и не запускаю ее на русском. Вот потому что описание вот такое, а тут в английской локализации есть статы. В целом, можем попробовать так поиграть, если вдруг что-то будет совсем плохо, наверное, вернусь обратно. Вижу я, что мы можем строить по ощущениям еще побольше, поэтому давайте закажем себе еще, собственно говоря, домиков на строительство. Даже вот так. Мы в минусе, но, опять-таки, мы платим с этого, на самом деле, копейки относительно. Поэтому я не вижу смысла как-то стремиться уйти из минуса. Лучше пускать все эти деньги дальше в строительство. Кстати говоря, можно в теории будет торговое соглашение с Швейцей сделать. Пока что теории не хотят, они только за обязательства. Я думаю, если мы с их рыночком как-то начнем сейчас жестко взаимодействовать, то они вполне себя заключат. А может, потом даже мы сможем их себе позвать в торговую, в таможенный союз. Но это, конечно, займет некоторое время. Да, вот это они точно уже готовы дать. Кстати говоря, тут видите, говорят, что экспорт картине не выгоден. Но давайте все же попробуем экспортировать. И думаю, это только потому, что у них спроса нет. На самом деле, если спрос появится, а пока товар не появится на рынке, не появится у него спроса, то и не будет. Попробуем закинуть, вдруг начнут у нас покупать. В теории может появиться на этот спрос. И тогда у нас будет еще парочку рынков, на которые нам будет выгодно продавать. На самом деле, очень выгодный товар. И вот 75 нашему правителю стало. Можем теперь заставить его отречься от трона. Ивентик можем сделать лайлистами аристократов. Можем 1% всего населения. Но, конечно, всего населения звучит как-то поинтереснее. Пожалуй, так и делаем. Сказали, говоря из всех стран, мы на первом месте по производству золота. Но я хотел бы даже увеличивать это дальше. В принципе, давайте ресурсы и потенциалы посмотрим. И видим мы, что золото есть вот здесь. Вот в Маньчжуре еще есть золото. Здесь есть золото, которое мы, собственно говоря, и имеем. Да, по ощущению, надо бы нам заняться, наверное, Южной Африкой и Южной Америкой. Попробовать, по крайней мере. И как же приятно смотреть вот за этим показателем. Грамотность уже 41%. Быстро все учатся у нас читать, писать. И здесь у нас тоже ВВП второй мере. Но это просто глупенькие боты. Даже без модов. Потому что, ну, бодопатча, видно, никаких модов на лучшие нишки нету. Да и я бы не рисковал что-то ломать. В общем-то, да. Достаточно просто нам превзойти всех. Остается только цинк, который, ну, потихоньку тоже будем душить. И помните, вот этот вот рынок в Британии. Теперь продаем. И еще, когда мы продавали в Америку, теперь тоже продаем. Как видите, спросом наши картины начали пользоваться. Давайте то же самое сделаем сюда. И, в принципе, на шведский рынок можем попробовать продавать. Мексика выглядит тоже не слабый. Давайте позакидываем в такие самые уверенные рынки. Пробуем поэкспортировать. Плюс нам, наверное, стоило бы поделать еще побольше. Потому что спрос растет, цена растет. Надо немножко удовлетворять спрос, чтобы продолжали покупать у них самой для них страшной цене. Поэтому строим еще казуальных с ракет, я думаю, домиков. Почему бы и нет? Или даже 60. У нас скончаются золотые призки. Но это только означает, что мы можем перейти на собственное производство золота, что в целом не так плохо. И грейдим наше производство на всех рудниках. Это очень хороший грейд. Чтобы в полтора раза будет больше производства. И на фоне этого, наверное, мы краски будем делать больше угля. Теперь обязательно стоит вот это сделать все. Почему-то, ну, захватили, видимо, что-то. И теперь можем этот уголь пустить куда-нибудь еще. К примеру, в котлы. Почему бы нет? Я думаю, нам будет хватать. А если не будет хватать, то, конечно же, мы просто ее достроим, сколько нам надо. Итак, по углям и инструментам сейчас небольшие приколы. Но ничего такого, с чем бы мы не могли справиться, я так вам скажу. Подимпортируем. Плюс подстроимся. Также я тут построил уже в каждой провинции, чтобы у нас не было дефицитов. Почему-то они именно местными считаются. Ну, пускай. И пора открывать грудники. Первый получит баф. А на сферме... Ладно, у нас в перме есть производство. Так что, окей, нормально. Когда видите, есть как раз какие-нибудь в это производство. Давайте так и быть. Официально ради перми. Побыстрее ЖД где-то построим. Там у них, подождите, у них есть уже ЖД. Тогда странно. Слушайте, у меня есть идея, что при олигархии у нас будет побольше легитимность. Так что давайте попробуем. Еще штраф за диалоги, но не супер страшный, но пускай будет. Это, конечно, даст чуть-чуть больше власти аристократам, потому что уберет усыщеннослужителей офицеров. Но наша ситуация не страшна, потому что именно как раз у православных у нас сейчас больше власти. Нужно с ними аккуратно себя вести. Но как только мы уберем госрелигию, все станет намного лучше. Потому что у нас такое большое количество власти у них только из-за того, что у нас большое количество священников. Как вы можете видеть, у нас 44 тысячи только от просто ведомств. Потому что они сейчас везде работают. И в ведомствах, и в университетах, и, не поверите, в городских центрах тоже. То есть, вот видите, городские церкви для всех. То есть, вот это все очень много генерит им мест и просто генерит им власть из-за этого. Возвращаясь, практически прошла дурная слава, 24 всего. Можно было бы аннексировать Персию, но я думаю, стоит подумать о том, чтобы сделать Владыку Востока. В Тесе нужной территории у Цини. Но с ними достаточно большой товарооборот, но только по зерну. Ну, если сравнить с какими-нибудь европейскими рынками, здесь, конечно, побольше товарооборот. Так что, я думаю, можно не сильно бояться потерять какой-то рынок там. Очаровательный царь, смотрите-ка. Для укрепления своей власти. Ну, не сильно это укрепит его власть, если честно. Наш Александр не такой. Я обычно, как говорится, на выборах царя не участвую, но в этот раз за Романова буду голосовать. В общем, у нас появилось отбеливание нового уровня. Сейчас нам огромное производство бумаги и, в теории, фора. Но такое количество фарфора я не думаю, что мы сможем продать пока что. Так что, вот это мы менять не будем. А вот бумагу, да. Но теперь у нас очень жесткий минус по красителям будет. Надо будет сейчас где-то их находить. А я знаю где. У нас есть целая пясяка, которую можно засунуть красители. Нужно, я думаю, перед Китаем только сделать вот так. Давайте так и сделаем. Мне кажется, надо не согласятся на аннексацию. Но придется им доказать, что они просто концептуально неправы. И все-таки аннексация нужна. Смотрите, как у нас увеличилось количество денежек. Прекрасно. Надо, я думаю, дальше расширить постройку. Там, конечно, у нас инвестпул немножко подумрёт. Скоро достаточно. Но я думаю, надо использовать. Надо разгоняться. И смотрите, мы по красителям смогли все сбалансировать. Друговые пути просто подрастают. Из Китая, из Занзибара внезапно. Приятно. Вот и более-менее. Плюс, конечно, сами тоже потихоньку делаем. Правляемся, наверное, еще одну армию. Плюс одну я мобилизую армию вместе с флотом. И сейчас будем... Давайте-ка. А, ну вот типа и так мобилизованы. Прекрасно. За персию никто не зашел. Неудивительно. И там вот сюда отправляем высадку, чтобы побыстрее все здесь захватить. Деинственный момент. У нас здесь генералов не было. Надо их назначить. Славные уже в армию лезут, смотрите. Нет, ну пока что... Нет, пока что только из вооруженных сил я буду кого-то ловлапать. Остальное, наверное, не стоит. Ну, соединяки уже начнут какие-то битвы. Но и мы не отстаем от них. И да, у соединяков по морали что-то очень смешное. Но при этом они все равно побеждают, потому что их слишком много. Окей. Арт-выстка происходит, судя по всему. Не верен, это битва от выстки? Вроде нет. Как будто мы сейчас должны высадиться успешно. Это здесь мужики просто от истощения умирают и почему-то отказываются наступать. Я не знаю почему. Давайте попробуем сделать вот так. Может они такие передумают резко. Как будто да, как будто передумали. Здесь тоже вроде все идет. Окей. Короче, да, бывают у них какие-то приколы. Если они не назначены, ребята, просто переставляйте их туда-сюда. И они вроде начинают работать. Кстати, олигархи у нас скоро уже будет принято. Приятно. Получили мы себе паровозы. И получили мы себе остальные пассажирские вагоны. Получаем теперь миллион перевозок на самом деле. Заодно другую теху мы также дорашили. Там осталось... Я просто немножко переинвестировал в пару техов. Осталась вот эта сейчас дорастая пространится. И мы сразу забираем себе три теха и четвертая параллельно с ним. Наша экономика сейчас должна будет подбуститься очень мощно, как мы это всегда исследуем. И нам резко перестает иметь смысл хоть какое-то зеленое закупать. А вот экспортировать на здоровье, как говорится. Давайте подсадим мир на наше зерно. И приняли у нас олигархию. Приятно. Партии, так понимаю, у нас пропадают. Сейчас... Да, вот он идет, пересчет. И у нас теперь отдельно именно роляют сами какие-то группы. Окей. Кстати, престол и наследник у нас заинтересованы в православии. Но при этом хочет реформ. Правда, только культурных, конечно. Но... Все начинается с малого. Наши парень, это рыночный либерализм. Но, к сожалению, у нас здесь ничего интересного нету, кроме, наверное, вот этого. Мерсико-сельское хозяйство, конечно, неплохо, но это мало. И мы присоединяем к себе Персию. Неплохо так повышаем наш ВП просто одним прыжком, скажем так. Нужно нам теперь сбросить все... Это производство до наших, собственно говоря. И у нас сейчас огромное количество территорий для... Во-первых, закуривания. Надо, собственно, это сделать, я думаю. Чтобы они тоже получали все образования. Чтобы рабочие были нормального уровня. И налоги нормально с этого всего получать. Плюс, теперь мы можем построить огромное количество экзотических товаров. В первую очередь нам, конечно же, интересные красители. Здесь можно делать и мак, и сахар, и хлопок, и шелк. Очень много чего полезного для нас. Поехали. Ну, к примеру, заказываем здесь казуальных 16 до 21 левела. Это максимум пока что нашего бонуса. Красители домиков. Как бы надо не забывать, что у нас огромная частная постройка идет все это время. Что-то они потихоньку, видите, достраивают. И мы огромное количество строим сами. Все еще у нас большая часть уходит на частное, именно потому, что у нас большая процента частного строительства от закона. Кстати, теперь мы можем, видите, добавлять к мобилизации новые модификаторы. То есть, пока она не ловит, эта армия, у нас ничего с ней не происходит. Но давайте вот эту армию, 93-ю российскую армию. Добавим минус потеря боевого духа. Звучит вообще не так плохо. И мы в теории потом сможем сделать вот это. То есть, 5 атаки защиты тоже сильно. И здесь тоже, видите, табак, спирт. Можем эту армию сделать такой очень уверенной в себе. Что выглядит прикольно, наверное. Скорость мобилизации, наверное, не так интересна. Здесь у нас не так много всего есть. Здесь тоже пока что мы ничего не исследовали. И медицины у нас еще нету. Что, кстати говоря, стоит обязательно сделать. Потому что восстановление это очень важный показатель. У нас появляются механизмированные мастерские. Теперь мы делаем динамит. Практически доисследуем сразу его. Боровики не так интересны нам. Печи, наверное, более-менее интересны. Но... Элизабетон, пожалуй... Да, давайте зацелить элизабетон. Здесь начнем, а там посмотрим. То есть, что у нас печь распространяется сама. Прекрасно. На самом деле, сейчас неплохо должны подбуститься. И потом пойти, я думаю, в качалки. И да, у нас сейчас очень жестко будет повышаться выпуск. Сокращаются расходы. Шикарно. Особенно динамит, я думаю, очень силен. Потому что он в два раза, ну, по крайней мере, вот в этом апгрейде качает производство. Неплохо. Теперь нам, да, нужно огромное количество взрывчатки. Тоже пока что просто ее импортируем. Но начинаем сами тоже ее производить побольше. Впрочем, смотрите, у нас появились проблемы. И сразу наши частники, видите, начинают их покрывать. Что приятно. И есть у нас набор, скажем так, групп, который позволит нам новые законы попробовать продвигать. Военные, конечно, хотят не гарантию свобод. Хотя она именно нам и нужна. Тут все у нас ничего интересного. Но у нас есть возможность с культурой немножко улучшить ситуацию. И было бы действительно хорошо избавиться от дискриминации. Дискриминация, потому что у нас от дискриминации имеются большие проблемы. Плюс, видите, у них ужас все с квалификацией, с эмиграцией. Радикализация у них есть. У нас очень много дискриминации. Надо от такого, конечно же, избавляться в нашей стране. Смотрите-ка, у нас был агитатор. И... Диспособный агитатор. Господи, я и с агитатора хотел что-то сделать. Но теперь у нас шансы супер грустные на самом деле. И да, попробуем вот это сделать. Это можно сказать. Но это вооруженные силы. А значит, я знаю, как поднять вооруженным силам. Хотел бы я сказать так. У нас нету никаких адмиралов из вооруженных сил, генералов доступных. Но есть текущих. Несколько. Давайте дадим им чуть-чуть побольше полномочий. Чтобы они хоть как-то пробустили эту группу вперед. И началась мексиканская и американская война. И Мексика ее проигрывает. Достаточно ожидаемое развитие событий. Такое соглашение с Британией. У них там какая-то... А, это, видимо, Британия. Так, давайте-ка посмотрим. В этом конфликте. Да, Британия на стороне Мексики. Вот поэтому Америка высадилась в Британии. Жесть. Америка сильна. Хотя, казалось бы, не слишком. Но каким-то образом они побеждают. Ладно, повезло. Плюс 10%. Может, и сможем принять. Очень поможет это. Также подстраиваю немножко артиллерии. Начинаем нашу армию готовить к войне. Сооценим. О. Вот это приятный ивентик. И вот, помните, у нас было минус 80 тысяч. А сейчас уже плюс 8. Ну, или минус 11. Ну, как бы, прыгает туда-сюда. Но, в целом, доходы наши растут. Однозначно. А еще я вспомнил, что вот здесь вот есть интересное здание. Давайте попробуем его захватить. Вроде как там. Который дает плюс, как раз таки, доступ к образованию на всю... Вообще на весь мир. На всю твою страну. Попробуем это сделать. И, скорее, поправляется. Опять тот же самый ивент, который мне абсолютно неинтересен. Дайте, пожалуйста, нормальные ивенты. Мы сюда, да, отправляем нашу армию. И делаем теперь еще и второй вот этот вот стоит тоже. Счастью войны. И важным требованием, как это там правильно называется. Основным. Да, основное требование. Чтобы полностью аннексировать страну, чтобы не оставалось вот этот микро кусочек. Это, кстати, даст нам возможность немножко дальше покалонизировать тоже. И закон же на уровне согласия. Прекрасно может реально прокнуть. Как и наша армия. Даже нажала и двигаться. Она не хочет двигаться. Она реально не хочет двигаться. Просто отказывается. Ладно, у меня есть предположение. Может, из-за того, что у нас нет флота. Для этого достаточно большого. Нет, армия просто отказывается двигаться сюда, в Африку. Это очень странно. В Конго вот эта армия подвигалась. Но сейчас у меня бы есть генерал. Может, у меня под... Да нет, у меня тут есть тоже генерал. Это очень странно. Ой, кстати говоря, генерал из-за интеллигентов. Это нам очень пригодится. Он нам неплохо допустит этих самых интеллигентов. Давайте еще одну генерала мобилизуем. И он тоже отказывается сюда перемещаться. При этом в Конго он без проблем перемещается. Э? Ладно, будем высаживаться, наверное. Я не знаю. Это очень странно. Минус прав в коэффициентности вторжения. Но это понятно. У нас нет достаточно большого блота. И да, высадиться они могут. А просто переправиться сразу они не захотели. И неудачно сразу, моментально, буквально. Даже ничего не произошло. Не успело. Давайте попробуем. Этой армии. И мы открыли качалку. Где-то радуются любители протеинчика. Что ж, давайте сделаем этого самого всего побольше. Самый. Один из самых, я бы сказал, сильных техов. Вот он. Просто увеличивает производство. Просто два раза. Два с половиной даже раза где-то. Это невероятно сильно. Да, по-моему, везде. Нет, не где-то реально два раза именно. Очень, очень сильная теха. Которая требует гигантского количества двигателей. Но это мы сейчас будем делать как раз. Я думаю, пора поделать, наверное, какое-то общество. Нам бы очень пригодились бы инвестиционные фонды. Поэтому давайте туда вложим примеры техи уже. И будем потом догонять по остальным техам. Можно начать с реализма, кстати говоря. Потому что все равно надо будет его исследовать. Это нас очень сильно запустит экономически. И даст нам некоторые полезные законы. И нет, отражения просто проваливаются просто так. Я даже не могу попробовать. Мне даже битвы не проходят. Ничего не происходит абсолютно вообще. Почему-то здесь нам все-то в своей войске нельзя перемещать. Я понятия не имею, почему. Как бы порт на это даже не должен влиять. Хотя он даже и то у нас он есть. Это какая-то дичь абсолютная. Если честно. То есть, ну, ничего не происходит. Просто-напросто генералы, адмиралы есть. Что ж, достроим флот. Попробуем, может нам нужно больше кораблей. Не знаю почему, но допустим, сделаем себе кораблей как раз под вот это. Здесь написано плюс, кстати говоря. Тоже еще странный момент. Здесь нужно плюс 26, хотя я заказал 25. Сгнал я каждой в отдельной мстите, чтобы они быстрее построились. А вот у нас принято культурное отчуждение. Очень-очень важный закон. Еще бы с религией. И вообще бы стало бы шикарно. Попробуем, наверное, сделать что-то с нашей религией. Я поставил туда либералов. С ними все очень грустно. По крайней мере, давайте свободу совести попробуем. Потому что у нас сейчас запрещены методы. Свобода совести, по идее, должна разрешить кто-то поставить светских ребят всех. И это уменьшит количество православных, в принципе, их влияние. И может, мы сможем с ними как-то дальше бороться. Минус в том, что у нас сейчас не очень легитимное правительство. И у нас из этого и сроки утверждения большие. И побольше будет проблем с повстанцами. Ну, радикалы поднимаются. И я не иронично не понимаю, что им не нравится. Зибит буквально даже нету. Вот она пробивает. Одна минута. Вообще это один тик. Они уходят обратно. Я полагаю, у нас какой-то баг, который не дает нам вот сюда войска перебросить. Я думаю, будет честно, если мы просто аннексируем эту струну. Потому что, ну, очевидно, мы ее должны побеждать. Но какая-то неизвестная магия парадоксов нам запрещает это сделать. И мы пофиксили несправедливость мировую. И что я вам могу сказать? Смотрите, что у нас теперь есть. Да, мечеть Джене. Абсолютно балансное здание, я вам скажу. 100 нитей леденценно будет строиться. Но она просто так дает на всю струну 20 доступности образования. Фактически, считайте, как будто у нас вот эти вот реформы завершены. Но с ними будет вообще получается 70 просто базового. А есть еще один забавный нюанс. Это производит, то есть они производят доступность образования. И так как это будет не включенной областью, а я ее включать, наверное, не планирую. У нас будет... А нет, смотрите, они это пофиксили. Слава богу, это было очень забавно. Но вдруг нет. Раньше здесь товарооборот вот этот вот работал еще и на доступность образования. Это было суперсмешно. Вообще суперсмешно, что в Африке есть домик, который просто так дает 20% образованности. Но это уже другое. Давайте, наверное, позанимаемся аннексией нашего Ближнего Востока. Чтобы здесь тоже все начать интегрировать. И начинаем интегрировать в Хиву. Ну и нам пока два подряд негативных ивента. Я думаю, продолжать пытаться что-то с этим законом делать нет смысла. Если мы это сделаем, то у нас будет радикализация. Так что делаем наше правительство, наверное, вновь каким-то легитимным. И будем думать, какие другие законы мы хотим пробивать. Хотя таких уже на самом деле не так, что и много. Да, кстати, смотрите. Наши вооруженные силы хотят взять начальное образование. Давайте вот так тогда и сделаем. И может быть, мы сможем хотя бы это продвинуть. Это было бы очень хорошо. Это плюс образование, минус смертность. Аннексия Хива готова. Данимаемся аннексией Афганистана. И интеграцией новых земель. И посмотрите на это. Осман решили поддержать Афганистан. Но кроме них вроде никто не должен поддерживать. Ну что я от вас хочу тогда... Ага. Окей, это я не могу сделать. Основным... Мы просто хотим тогда от вас денег, что я вам скажу. Готовимся промчаться по османам. И нашу эту армию готовим в Афганистан. Даже так, давайте еще вот эту армию. И наверное... Так, вот это вот все мы замерзнем куда-нибудь. Да. А вот эти армии. Мы империзуем, отправляем в Крым. И из Крыма они будут у нас высаживаться в некоторых местах. Флот мы также переправляем в Крым. Господи, теперь можно подготовить хотя бы хоть как-то. Единственная проблема... Единственная проблема в ваниле. Ну как ваниле. Во второй Виктории, во всех нормальных игроков, ты можешь поставить здесь флот. И на первый день войны сразу сделать высадку. Здесь ты подготовить так все не можешь. И давайте, кстати, космону еще добавим парочку требований. Просто потому, что мы можем в Сербии, Боснии и Герцеговину. Будем даже душить эту Османскую империю. Заставим их стать турками. Исследовали мы, кстати, тихуное искусство. Теперь можем увеличить вот так вот наш продукт. Кстати говоря, не так-то и сильно. Плюс один всего. Это все еще должно быть выгодно. И теперь здесь у нас традиционное покровительство. Мы меняем, наверное, на... Кровительство буржуазии. Пожалуй, чтобы у нас было побольше капиталистов. Я думаю, да. Только вот так, чтобы не горела кнопочка. Хотя, хотя, давайте, знаете что? Все-таки ученых, чтобы либералы у нас усилились. Потому что либералы это в основном ученые. Если посмотреть на интеллигентов, здесь вот можно увидеть, кто здесь у нас. И ученые дополнительно, видите, здесь имеют шансы поступить. А вот капиталистов нет. И Афганистан все еще не передумал. А значит, будет война, и Осман потерпит из-за Афганистана. И отправляем высадку вот сюда и сюда. Параллельно там еще идут... Ну, скоро начнутся битвы, по крайней мере. И нам в пятую армию будет добавить генералов. Очень хотелось бы. Конечно же из-за вооруженных сил. И только из них больше им влияния не даем. Немножко подсалматься, но нормально. Мы можем с этим жить. Эта армия доезжает сюда. Здесь у нас все так же все пушится. Турки немножко с ума сходят, не знаю, что делать. Но все уже ясно. Тут же победа. Афганистан. А, у нас нет генералов. Поэтому никто и не атакует. Кажется, есть только православный. Это, конечно, у нас немножко взлит. В некоторой степени. Ну, ладно. Теперь наша армия сюда выводим. Мы готовим новые высказки делать. Какого-вока мы здесь так же ушели. По крайней мере, пока она все не сломалась к чертям собачьим. Дайте армии все еще как сумасшедшие бегают туда-сюда. С этим ничего не поменялось. И органиста вымерли. Теперь надо турка как-то вымерить. Сможем. Только это туда занимает время, что армия под просто. Они непонятно куда и непонятно. Самое главное, зачем бегают вот туда-сюда. Туда-сюда, туда-сюда. И просто из этого покидает фронт. Черт возьми. Вот эта армия вообще взяла и убежала. И они хотят у нас статус-кво. Ну, мне нужно освободить Сербию. А как это будет работать, если я Сербию не смогу оккупировать? Не уверен. Надо все-таки, наверное, что-то как-то оставить, как сейчас есть. Единственное, я бы хотел, пожалуйста, вот это Сербия, стратегическая цель. Пожалуйста, попробуйте ее захватить. И попробуйте не сбегать с фронта хотя бы, ну, несколько минут, как говорится. Причем Сербия это военный лидер, если что. Возможно, у нас с Османом намного лучше в Арскорном, мы просто этого не знаем. А Сербия не такой хорошей, потому что сама Сербия-то как бы и не оккупирована. Господин, ну и чушь, вот это вот, конечно. Еще надо проверять, что вы наступаете. Иногда может фризиться. Вот у меня здесь вот он зафризился, прогресс. Пришлось все открыть назад и идти сюда. Надо теперь все проверять. Причем, знаете, тут такая ловушка. Они начинают сваливать, просто бегут как можно быстрее. При этом все еще находятся в битве, и из-за этого им нельзя сказать, бегите обратно. И происходит вот такое вот говно, что-то у меня успевают захватить. Ой, нельзя же было просто делать, как у Виктории Второй, верно? И мы тут исследовали электричество, почти приняли закон. И, ну, 100% кап пора делать. А они капитулировать не хотят. Ну, ладно, вроде. Ладно, ну, надеемся, что Асман там где-то согласится сейчас. Но он должен быть просто в нереальном говне каком-то, не знаю. Ну, что это такое? Ну, я думаю, может, хотя бы здесь будет видно именно их форскор. Но нет, его просто не видно, поэтому я опять зайду через консоль и пропишу, наверное, YesMan, чтобы они согласились. Потому что, ну, я уже миллионы лет контролирую половину Османской империи. Постоянно туда-сюда у меня бегут армии. Я все еще как-то выигрываю при том, что армия как сумасшедший, вот, ну, просто туда-сюда бегают. И при этом они все еще не мирятся, хотя там уже минус 100. Потому что что-то сломалось, и лидером войны является, видимо, сер... Типа, у Османа, видимо, не считается, что мы это что-то стекаем или еще что-то. Короче, чушь, как обычно. И я замерился, как нам надо было. То есть тоже, опять-таки, капитулировал на Османской империи, и с Сербией мы автоматически замерились. То есть я предполагаю, что да, считался у вас форскор не в ту страну. В общем, все как обычно, и мы теперь исследуем внезапно, наверное, права человека, чтобы сделать начальное образование, милмультику, культурализм, вот эти все какие-то техи открыть законы, точнее. В общем, нормальная тема относительно. И единственное, хотелось бы мне побыстрее получить себе инвестиционные фонды, поэтому, наверное, давайте все-таки сделаем акционные компании сами, чтобы это произошло быстрее, что даст нам очень много денег. И приняли мы закон, прекрасно. В общем-то, я думаю, на этом можно и заканчивать текущую серию. Очень мы жестко подкачались. Ах, из-за того, что перезагрузил игру, сбросился график. Но он рос жестко, а мы на втором месте. Скоро будем, я думаю, на первом. Образование тоже сейчас очень жестко подрастем, особенно из-за того, что мы теперь имеем восточное Мали. Это просто гиперимбовое сооружение. Так что с вами был Дабгай. Надеюсь, подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарии, ты и скорость в гости. Все как обычно, и до скорых встреч. Всем пока.